Леенда в учению максимально наближена до реальности. Не вельми уважливый рыбак трапляю проталину на возеры. Вогули у такой ситуации можно выбраться на лед самостоинно. Але як гэта зрабить, ведают одинки. А прочатаго, звычайные люди грабуют элементарными правилами безопасности. Выратовальные камизельки и простасование для того, как утрыматься на плаву, у рыбаков убачишь нечасто. Почас в учению потерпелого оперативно вытягивают с воды и с допомогой выратовальной дожки доставляют на берег. У реальности шмат будет залежить от святка у несчастного выпадку. Чем ранее супрасонники МНС отрымают ответное поведомление, тем больше шансов на счастливый заход. Люди в растерянности, но тем не менее есть очевидцы, которые всегда звонят на службу 101 и рассказывают о том, что произошло. Поэтому большой, очень сильно большой фактор влияет на то, что чем быстрее нам сообщат, тем быстрее мы проведем свои спасательные работы. Сколько людей этой зимой проваливалось под лед, а ли выратовывалось докладно, напевно не ведая никто. Некому допомогли супрасонники МНС, некому освода. У некоторых выпадках потерпелых выратовали те, кто знаходился в Побач. А ли без трагичного выпадка все-таки не обошлось. У Добрыжским районе на раце и путь загинул подлеток. У практицы профессийных водолазов такие выпадки сустракаются редко, а ли они повинны быть зауседы готовыми до работы под водой. Незалежно однодворья и часу года. Водолазно-спасательная служба готова осуществлять спасательные работы на воде и под водой в любое время года и в любое время суток на различных водоемах. В летний период времени есть свой минус, что цветет растительность и видимость под водой отрицательная. При низких отрицательных температурах видимость намного лучше. Единственное, водолаз может получить переохлаждение при длительной поисковой работе. После закончения вучения выратовальники огороджуют проталины. Это обовязковая умова. Водоем повинен заставаться беспечным. Олешин Сюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель».